Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду в долину смертной тени, не боюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жаз и Твой посох, они успокаивают меня. Слава нашему Господу! Эту песню, которую мы сейчас будем петь, она говорит о нашем добром пасыре, который постоянно и вместе с нами, И, братья и сестры, если кто-то сегодня на этом месте может переживать какие-то трудности или какие-то переживания, сегодня пусть эта песня поможет Вас и убедрить Вас, что с Вами есть добрый пасыр, который идет с Вами по долине по всех трудностях, он вместе с Вами. И пусть благословит Вас Господь! О Господь, пастырь мой! И не будет нужды ничем, Он покоет меня, Тихим водам ведет, Направляясь в тези. Он покоет меня, Тихим водам ведет, Направляясь в тези. Если я и пойду, Если я и пойду, С медной тени тропой, Не боюсь о зла, Ведь идешь Ты со мной, Жезвий посох в руке, Не боюсь о зла, Ведь идешь Ты со мной, Жезвий посох в руке, Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе, Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе, Ты насытишь меня, Ты насытишь меня, На виду врагов моих Ты восложишь тени и помажешь меня. Чаша будет полна, Ты восложишь тени и помажешь меня. Чаша будет полна, Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе. Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе. Твоя благость побед, Твоя милость всегда ко мне. Дом Ты мне сотворил, Среди чистых небес Я нуждаюсь Тебе. Дом Ты мне сотворил, Среди чистых небес Я нуждаюсь Тебе. Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе. Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе. Иисус, 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 Иисус. Иисус, 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 Я нуждаюсь Тебе. Скажем совместно, слава нашему Господу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иоанна, 4 глава, 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они повелели и поспели к жатве. Ну, я думаю, кто занимается фермерами своими, значит, вот этим растеневодством, они разумеют, что когда сеять, когда жать, когда какая пора приходит. И здесь получается так, что как-то люди откладывают, если оно относится не, можно сказать, к такому, что его видно, что оно готово к жатве, они как бы стараются, ну, мы еще успеем, еще мы это сделаем. А готовы ли вот эти, вот эта жатва в наше время? И другое место читаю. С 13 главы Матфея, 23 стих. И вторую половину. Который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод своего сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Как бы на сегодня был, я ожидал, что мы ожидали, возможно, в нашей церкви, брата, который трудится в Филиппинах. Ну, я на всякий случай также подготовил немного. Так были у меня размышления о христианской работе, о миссионерской работе. Когда миссионеры где-то поедут, когда приезжают, значит, и когда мы говорим, что там столько покаялось, там мы так свидетельствовали, там так принимали, это слава Богу, мы в этом радуемся. Когда кто-то где-то поехал, и его там племена, сейчас не бывает, но бывает по-другому, там скусали или что, это тоже как бы такое, оно необычное явление, оно как бы возбуждает наши молитвы за это все. Но есть среди этого всего вот эти почвы, и что вот это приходит время, когда нужно считать, а как же, когда мы трудились, а что же получилось. Потому что не всегда бывает, особенно в последнее время, как бы много таких поездок, которые связаны не просто с евангелизацией, а, ну, мы как бы помогаем, и вот с этим может удастся там посвидетельствовать. Вот. И я этим интересовался, и как бы, ну, например, вот вы, когда у нас молодежь уже перевели в молодежь, и уже где-то в 20 лет американцы уже своих детей, как говорят, выпускают из дома, ну, они, американцы, не любят считать. Когда мы только приехали в Америку, то 25 лет назад, то тогда, я уже, когда начал читать английский, было, чтобы воспитать ребенка, нужно 100 тысяч, считали. Сейчас же за 200 тысяч. Так что, я думаю, наш пастор, он очень богат, и у него столько детей, слава Богу, это надо 2 миллиона или больше. Пускай вас Бог благословит. Вот. К чему я иду? К тому. А все-таки, а сколько же, не только денег, но всяких усилий всего, вот это стоит, нужно вложить, чтобы из грешника был спасенный. И, конечно, в нашем братстве статистика у нас слабовато ведется. Баптистов, особенно в южных, она ведется очень скрупулезно. Ну, я не буду читать здесь. Вот это их доклад, допустим, за год. И, например, вот эти две цифры, или две цифры возьму, из них немного так приведу, чтобы для нашего разумения. Южном братстве их на конец 13-го года было 15 миллионов 735 тысяч 640 человек. Они совершили 310 тысяч 368 водных крещений. И всего денег за год они расходовали на все это 11 миллиардов 209 миллионов 655 тысяч 950. Ну, мне цифры, они сами по себе могут и имеют какую роль, но мне заинтересовало так, чтобы мы поняли, были, имели разумение, а что же все-таки, сколько вот этот спасенный, он стоит усилий. И если взять, то, значит, из тех, у которых число есть, это каждое воскресенье прислужение, потом среди недели, два, три, и вот получается так, что там, где у них статистика 50 человек, должны, значит, посвящать служение, 50 человек, и должны жертвовать, и за эти 50 человек, из 50 один спасенный в год получится. Вот это среди этих, по этих номерах, по этих числах, которые есть. Дальше, мало того, нужно еще 36 тысяч 117 долларов и 31 цент в том году, чтобы, значит, и, ну, это очень большое усилие. Я не знаю, как тут сказать, и оно обстоятельства, значит, почва, она не бывает, не всегда такая хорошая. И другое, я, конечно, другое, она не без статистики, точной такой, как там было, но, так приблизительно, по соображению, из нескольких путешествий, когда я ездил на миссионерство, я знаю, что кто был, оно, когда едешь, оно, ну, дорого, потому что так, я так посмотрел, как оно было. Значит, поедет где-то 40 человек, 40 человек из Америки, потом нужно еще там, где-то человек 40, переводчики, местные, местные, и нужно отсюда каждому везти, где-то взять 2000 на дорогу и 2000 там, потому что переводчики, они там наемные, на автобус, на все такое. значит, 40 человек, 160 тысяч взяли. И, ну, бывает такое, было, допустим, для хорошего, просто того, что-то, если покается, 1600, то получается, и это может быть за одну неделю, получается, на одного, который, на 80 человек, если было, получается, 20 грешников покаялось, пришли к Богу, и получается, по 100 долларов. Это значит, а если взять на год, если бы так, это ездил человек, была возможность, ну, то получилось бы, один мог бы принести плод в тысячу крат. Ну, а, конечно, все остальное, оно где-то между тем, что на одного, есть церковь, не только они растут, значит, они уменьшаются, это такое, что, как бы, я хотел, чтобы мы знали, что оно включает, и как трудно на вот этот, вот на этой почве работать, и вот это такие, такие они номера, они, возможно, невидимые для нас, но без этого, без этой работы, оно, ничего не случится. Конечно, самое основное, что Христос заплатил за грешника, что он пострадал, что он призывает, и это все, но если не будет вот этих усилий, если оно не, не донесется до тех людей, вот, то оно не может вообще никак принести плода. Пусть Господь благословит наше разумение, если когда-то мы где-то участвуем, если мы, чтобы мы разумели, что, значит, а если кто едет, чтобы он также разумел, что мы один, без одного не можем принести вот это плод, потому что это есть большое усилие общества при молитвах, при всего, это, ну, все, и вместе с тем, что есть которые, значит, возрастают, есть одна деноминация, тоже, которая ведет статистику, они где-то за 30 лет из них с 3 миллионов стало меньше 2, 1,8, вот, они приняли, значит, они себя такую по-английски лейбл называли, назвали себя либеральными, ну, думали, что они привлекут очень много молодежи, они идут ногу со временем, вот, и я думаю, что если кто интересуется, я когда-то еще, я и сейчас, если пойдешь на интернет, потому что когда дети начали играть на инструментах, ну, я найти, чтобы найти какие-то ноты, это еще и в Алабаме было, значит, уже лет 8 назад, о, а там есть, продаются не один песенник, не два, а можно 30 купить, можно 50 купить, то есть, по разных причинах, какие уже старые песни, чтобы обновиться, значит, песенниками этим не будем, будем новые песни, другие закрываются, и, значит, вот эта деноминация, это пресвитирание, они идут, они поняли, что недостаточно назвать свою церковь, что мы современные, что мы либеральные, и, ну, в то же время, когда они начали, значит, по доктрине пошло в них на минус, второе, когда они начали стать современными, то все равно молодежь пошла, и идут в другие церкви, говорить, почему, потому, что они как бы неудовлетворены, флаф, по-английски флаф, это такое, значит, ну, просто внешнее что-то, и многие, когда, просто церемонии, когда интересно, когда это красиво, и мало того, что есть, возможно, часть вины, когда церковь идет вниз служить, возможно, главных, что они неправильно повели, есть и так, конечно, и личное нерадение, допустим, они проводят разными методами узнать, как бы, состояние людей, на, и было проверено, что где-то, ну, значит, третья часть, 30%, они считаются верующими, но они называются по-английски анчурч, то есть, у них нету церкви, и, допустим, когда проверяют после, когда, особенно если после Пасхи, и спрашивают, в течение последних шести месяцев был ли ты в церкви, получается, там и Крисмос был, и Пасха, если он в течение шести месяцев не был, значит, он в церковь не ходит, и среди тех, которые не ходят, не посещают в церковь, из них, это в Америке только, 13 до 15 миллионов те, которые, или взрослые, которые говорят, что я рожден свыше, просто люди так, как бы, ослабевают, и один пастор, когда он пошел на пенсию, он, значит, взял с собой атеиста, атеиста, и прошел по таких знаменитых церквях, вот, и как бы узнать, ну, а что же нам нужно делать, как бы, что, что атеист будет чувствовать, если он придет в наше служение, что нам нужно делать, чтобы он как-то почувствовал что-то, и, ну, я не знаю, это такой ненаучный, как он, но, также, они, вот этот атеист, и после каждого служения, он его интервью спрашивал, после той церкви, в той, в той, и, значит, он заметил, как бы, ну, я не говорю, что это такая, что нам нужно на него опираться, но все-таки что-то можно взять, говорит, что, показывают церемонии тоже, одно, второе, упор идет на таланты, таланты показывают, а, значит, чтобы присутствие Божье, как бы, не ищут, и, вот эти составные, также, они, имеют влияние на то, что церковь не растет, ну, я думаю, слава Богу, что, как бы, возможно, у нас так не касается, особо, но чем мы больше здесь живем, я думаю, она может, тем больше нас касаться, и, еще хотел, здесь я заметил, среди христианских деноминаций, по процентах, которые растут, почему-то, не знаю, почему, это мормоны, их сейчас около 6 миллионов, его виски, его восстановители, его вы, их больше миллиона, чуть-чуть, и субботники, я не, как бы, цифры меня нету, перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы, мы, обычно мы молимся за тех, кто гонит, за кто страдает, я думаю, что в нашей стране, в этой, где мы живем, здесь очень такая трудная почва, что мы видим очень много усилий, те, которые прилагают усилия, я как-то говорил с отцом, он знает такие пословицы, говорит, говорили про город, говорит, нас говорили так, если кто трудился, то вои, что кое-что выросло, а если не трудился, как оно может, так, я смотрю, если кто прилагает усилия, и очень трудно получается, а если не прилагает, то мы видим, что трудно, чтобы, значит, кто-то раз тут решили 10 человек забежать нам церковь, и мы будем служить Богу, нужно в этом, нужно, нужно труд, в этом прилагать труд, и я хотел бы закончить на одном, на таком ноте, я, это так оно просто с новостей попало, я так, особенно, когда жил в Белоруссии, я думаю, очень, я встречал мало католиков, но я думаю, там в Новогрудок, туда они уже выше были, ну, в Пинске были, но очень они редко были, так сказать, сейчас они хотят запланированно создать теологическую академию имени, и в настоящее время, готовят документы, все, для осуществления госрегистрации нового высшего учебного заведения, где они будут преподавать теологию, канонические права, историю, философию, религиозведение, средства масовой информации, то есть, как не просто инфо, чтобы мы послали, допустим, раз, вот там в Китай, он поехал, но чтобы, я думаю, мы уже пользуемся, можно сказать, вот интернет, на радио, значит, это тоже сейчас уже, мы видим, будет преподаваться иностранные языки, значит, и другие дисциплины, ну, конечно, мы видим, что все стараются, как бы, ну, кто старается работать для Господа, пусть старается, и, конечно, я хотелось бы, чтобы было больше спасенных душ во всякой стране, и, я думаю, если бы номера, вот эти, которые я привел, для других, для других стран, они будут разные, но все-таки они показывают, что необходим наш совместный труд, совместные усилия, молитвы, и миссионер тот, который уже там где-то находится, он уже только результат вот этих молитв, пусть Господь благословит наши сердца, наши намерения, и наше такое настроение, чтобы мы не думали, ну, уже мы в Америке, мы уже дали доллара, вот уже, значит, я служу Богу, оно само будет ростить, нужно еще усилия, не нужно складывать руки, что, ну, мы уже достигли, пусть Господь благословит нас, аминь, будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Плащ застегнул, снова я вижу, что все, что могу, лишь доверить Ему. Я знаю, что после испытания Бог дает обетования. И даже если гром встряхнет меня, я знаю, что всегда лишь после дождя. Подними вверх глаза, все тучи пройдут, засияет рассвет. После дождя Бог даст тебе ответ, и ты увидишь счастье в жизни для себя после дождя. У всех нужда, у всех боль своя. Испытание порой, тяжесть жизни моей земной. Но и тогда буду твердой всегда. Я знаю, что после испытания Бог дает обетования. И даже если гром встряхнет меня, я знаю, что всегда лишь после дождя. Подними вверх глаза, все тучи пройдут, засияет рассвет. После дождя Бог даст тебе ответ, и ты увидишь счастье в жизни для себя после дождя. Подними вверх глаза, все тучи пройдут, засияет рассвет. Аминь вверх глаза, все тучи пройдут, засияет рассвет. Братья и сестры, вы знаете, я еще раз обидел, что наши дети мудрише нас. Я думаю, что только мои внуки так любят, но когда я взял Николаса, как нас тримали, как мы тримали своих детей, знаете, лицем до груди, чтобы мы что бачили, что делается кругом. Люди вели только в нашу грудь, а там ничего не банал. Они сегодня хотят видеть все, надо вернуть лицем, чтобы туда. И когда Лена шипнула, говорит, ты его так возьми. Перестал даже плакать. Мои любые братья и сестры, мы сегодня проспевали такой хороший псалом. Мы всегда спевали, может, не имеем значения тому, где сгода в семействе, там мир и тишина, а где нет, там все руйнуется. Про это я буду читать Слово Божие, где написано, есть от Луки, с 15-го виршу и ниже. Я в 5-го читал до 15-го, а сегодня я читаю с 15-го виршу и ниже. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силою Визаула, князя Бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана, разделившийся сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Визаула изгоняю бесов. Если я силою Визаула изгоняю бесов, то сыновья Вяши, чею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас царство, царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и побьет его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенную него. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Вы знаете, своего часа, когда народился Иисус Христос, я так представляю саму той ночи, когда было сказано одним пастухам, мудрецы шли и так далее. Я так дивлюсь, знаете, с той самой поры люди умножались на округ Иисуса Христа. И вот я уже так, ну, ображаю в своей уяве, когда Иисус Христос вошел на миссийную прачу, великие толпы окружали Иисуса. И вы знаете, в той толпе были разные люди. Одни шли за ним, чтобы поездить дарма. Это непогано. Другие шли, чтобы исцелиться. Другие шли, чтобы побачить чудеса и знамения. А другие, чтобы в чем уловить и отвратить людей от Иисуса Христа. Почему? Авторитет появился. И вы знаете, для многих людей, особенно того часу, священник и первосвященник, он просто был не по вкусу. Потому что люди побачили, что эта людина не книжна, говорит не так, как они говорят, молятся не так, как они молятся. И знаете, людей заинтересовало за это, и они идут за Иисусом Христом. И вот эта толпа и идет за Иисусом. И вот мы прочитали этот момент, когда Иисус Христос по своей великой милосте начал изгонять бесов. И вы знаете, нашлись эти люди, которые начали его ображать, начали, знаете, людям пускать, а не то, что нужно, чтобы они отвратились от Иисуса Христа. Но он на это не дивился. Он знал свою миссию, почему мы сегодня молимся, брати и мои, и сестры, чтобы военность сегодня были стойки, миссионеры на поле Иисуса Христа. Чтобы на всяких ветроучениях, или словах, они, может, ну, шатались, как тот пьяный, но твердо стояли на ногах своих, как стоял Иисус Христос. Багато он чувствовал этого всего. Багато він робил, брати и мои, и сестры, и я чему это говорю, когда пришла эта толпа распинати. Дети были исцелены. Чому они не вышли, сказали, «Ні, вы неправильно робите». Ось результат его молитвы, от результат его слова. Они все мовчали, розчаривались в том, о том, что мы уже видели, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имене. Першие миссионеры, Иисуса Христа, чтобы кому-то про него рассказать, что он был добрым Иисус. От, знаете, нет у нас этого, но мы должны говорить, потому что он никого еще в стадии не оставил, когда мы говорим про Иисуса Христа. И вот, братья и сестры, он доручил сегодня батькам, чоловекам великим, чтобы мы сегодня стояли на сторожении нашей семьи. И он говорит, когда сильный с оружием охраняет свое именение, то оно в безопасности. Мои братья и сестры, и женщина, как помощница, она должна быть на своем месте, как помощница. Не быть даже на равнице своего человека, но помощница за мужем. Мы так говорим, замуж вийшла. Но часто, братья и сестры, они стоят вперед, хотят встать, но Бог никому никогда еще не позволил и никогда не позволит встать женщине вперед своего человека. Он глава. Над ним Христос, над Христом есть Бог. И вот такая, знаете, система у Бога, и она разработана на каждое свое благословение. И поэтому, мои любые братья и сестры, даже человеку есть большая ответственность. Чему? Потому что, если сильнейший, когда же сильнейший его нападет на его и побьет его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенный у него. Есть сильнейший, братья и сестры. Вы знаете, я просто хочу поделиться тем, что я своего часу пережив в своей жизни. Когда у нас была одна удержима, ее мама была верующая, она была неверующая, она сделала, знаете, просто буду говорить, что сегодня популярная аборта. И совесть начала ее їсти, знаете, в сердце своем. И это свидетельство ей пиздейше рассказано, я говорю вам сегодня уже наперед, чтобы знали. И вот она сказала, Боже, как знала, потому что мама была верующая, Господи, прости, я больше этого делать не буду. И вы знаете, пришел момент, когда она снова это сделала, и дьявол занял ее внутренность. Вона бегала по поселку, в котором мы жили, вона кричала, Аллилуйя. И знаете, когда недель не счастлива, она прибегла, лягла в коридори, под двери. Двери открывались сюда, вона легла. Так что мы в зал не могли открыть двери. Мы открыли, как говорят, пожарные запасные двери, туда и вошла вся община. И мы начали делать богослужение. Мой татан, будучи просвитером, поехал, это было осенью, на свято жнив и в инший поселок. И вот мы остались с братями. Вона там почала, знаете, кричать, пищать, реветь и так далее. Ну, как дьявол, он не дает спокою народу Божему. И один брат, который сидит біля меня, он из детства вирующим, завжди хвалив всем, что я из детства вирую. И говорю, брат в Италии, вы из детства вирующим, маете дерьзновение, пойдите до нее. Но он побоялся. И пішов я. Вы знаете, когда я до нее зашел, открыв двери, чтобы зайти в этот коридорчик, вона набирала не то слюню, а то все, что могла набрать из середины, чтобы плюнуть в меня в лице. Я знаю, что Слово Божие протираю руку и говорю, в имя Иисуса Христа я запрещаю тебе робить зло для меня. И вы знаете, такий мужский голос, он каже, ты сильнее меня. Вы знаете, это меня подбодрило, я так, знаете, ну, укрепившись с этими словами, хотя сказано, это было, ну, дьяволом. И я с ней много ничего не говорил, я говорил про ее человека, про работу, про дитину, яка старше еще была. Прошло, может, 2-3 хвилини, но он говорит, а теперь я сильнее тебя. И вы знаете, она снова набирает эту нечистоту, чтобы плюнуть. Я снова поливаю, и вот так борьба прошла, может, десь полтора години. И я чувствую, что мои ноги начинают колебаться. Это не просто так, как я рассказываю, вы слушаете, но это дух, брати и сестры, и с ним сражаться не так то и просто. И она заявила, говорит, что за меня никто не может помолиться, Крим просвитера. И вы знаете, на мое счастье, там один заглянул, рубери мою машину, ей тата, забери, привези, бо так вона сказала. Это дьявол так сказал. Мои любые брати и сестры, есть сильнейший, потому что, когда я начал говорить просто простые слова, он говорит, теперь я сильнее тебя. И вы знаете, тот сильнейший, который пришел в Едемскому саду, когда Бог заповедовал Адаму и Йеве, ешьте все из этого, что тут есть, это дерево, из которого вы не ешьте, потому что проблема пройдет в вашу жизнь. И вы знаете, брати и сестры, пришел тот сильнейший, он их обманул, обольстил, и подошел, знаете, до жинки, жинка дала Адамові, и стала катастрофа. То, что было все под авторитетом Иисуса Бога, вернее, оно все упало, брати и сестры, и почему мы имеем сегодня проблему на этой земле, вона не такая была. Не для того Бог создав, брати и сестры, я запитывал одного на работе, расскажи мне, где ты бачил зоопарка, чтобы стоял Ягнятко и Вовк разом, что они дружили разом, назви мне зоопарка, он думал, не сказал мне, немае такого на земле, но это было, брати и сестры, это было на земле, потому что так создав Бог для блага человека на этой земле, страха не было, любовь напомняла, и каждого, брати и сестры, я представляю, когда Адам приходил с Йевою, там где-то, может, на какую-то галявину, туда прибегал оцей Ягнятко, он гладил, знаете, тиснется Вовк, чтобы рядом стати, тоже, чтобы она его погладила, прибегает Лев, брати и сестры, и представьте, какое то было прекрасное життя, не было страху, не было, знаете, такого, ну, что-то, как есть сегодня на этой земле, но, брати и сестры, ворвалось нечто, пришел сильнейший, и он разорился все, и, вы знаете, я так думал про это, читаючи, неверно, хуже Чорнобиля, хуже, знаете, Хиросимина Госаки, яке сегодня, до сегодняшнего часа, воно мае, хуже ворвалося, ворвался грех в Йедемский сад, ворвался грех в сердце людини, и, вы знаете, все стало, как бы, разбегаться, не навыц, обидство, и так далее, воно все наполнило, всю вселенную, и сегодня мы жахаемся, мы сегодня жахаемся, ворвался, почему, почему, та земля, яка есть, но не такая, она, как была, брати и сестри, и мы сегодня маем то, что мы имеем, потому что вошел сильнейший, и это все добре, разорвав, и сегодня, брати и сестри, мы маем и сестри, и сестри, жінка не помогает, вы знаете, если жінка не уважает чоловека, діти никогда не будут уважать, скажу, если жінка уважает чоловека, діти постоянно будут уважать, своего тата, и поэтому, мои любые брати и сестри, мы сегодня есть перед великой ответственностью, чтобы сегодня этот семейный очаг не был расхищен дьяволом, не расхищен тем сильнейшим, мы должны тримать его в своей силе и полноте, которую нам Иисус Христос, чтобы там не стала катастрофа, как горы, вы знаете, когда расходятся все, какие там горы, не счастья, брати и сестри, и там тот и робит, каже, он расхищает все, он все, знаете, делает так, как он понимает, а он не понимает делать доброе, в него нет ласки, в него нет любви, в него есть украсти, убить и погубить, и поэтому перед нами есть эта велика ответственность, брати и сестри, не только на наших детей, но иди на потомство, знаете, когда мы читаем Слово Божие, написано в старом заповеде, это первая книга царств, где Бог говорит с другой головы, 29-й вирш, такие слова, для чего вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля, посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будет ходить пред лицем моим вовек, но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославящих меня, а безславящих меня будут посрамлены, вот наступят дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего, при всем том, что Господь благотворил Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни, Ильи, два сына, вы знаете, священник, и как это начаток нормальный, они служат Богу, они помогают, все вроде бы нормально, но вы знаете, разрешение пришло, разрешение, как я говорил, есть дом, есть церковь, и вот знаете, Бог дивится за тем всем, и Ильи тоже дивился, нормально вроде бы, и вы знаете, когда пришло уже до той меры Божьей, и Бог проговорил, и говорит, я обидцов тебе, что твой дом, дом отца твоего будет предстоять передо мной, это нормальное положение, брати и сестры, быть всегда благословенным перед Господом, но это беззаконие, которое ты сделал, я отмечу это, не будет того, и мало того, ты в доме своем не увидишь старца, брати и сестры, Валера знает, у нас есть один джанн, и он, знаете, остався один из своих братьев, он сказал, тату помер в молодых роках, мои два брати померли, ну, может, 53 лет, и не больше, переросли, они померли, я один остався, и я жду, что мое быть с мною, мою любви, брати и сестры, Бог каже, за то, что ты делаешь беззаконие, старца не будет в доме твоего, это не шутка, брати и сестры, это написано в Слове Божьем, поэтому на нас, что Господь поручил твоему и моему жизни, чтобы благословение, оно продолжалось на наши роды, на наши потомки, чтобы мы были благословенны, наши дети были благословенны, чтобы мы, брати и сестры, проставляли нашего Господа достойною хвалою, потому что он так хочет, он еще и так требует, и поэтому, мои любимые брати и сестры, это не стидно, втекать от греха, когда мы читаем про Иосифа, и написано, когда его жена, этого потихара, она придивилась до Иосифа, хороший хлопец, и она пристала до него, говорит, ложись со мной в постель, брати и сестры, написано так, как каждый день, она наивно приставала до него, и написано, одночасно, когда он зашел в дом, делать свою работу, не было никого, жена ухватила за одежду его, и говорит, ложись со мной, но написано, он вирвался и втек, и он там объяснял ему, и говорит, что говорит, мне все, твой человек доручил, кроме тебя, потому что ты жена его, и я не могу загрешить, сделать зла перед Богом, не могу я этого сделать, и вы знаете, на сегодня это стидно, ты не мужчина, вытекать от девушки, мужчине, это стидно, но, брати и сестры, в Библии, это подвиг, это тот, который выбрал, это тот, который победил, который следует в царстве Божьем, награду Господню, вытекает от этого злого, что мы сегодня не делали его, что мы от него втекали, и служили имени Господа нашего, Иисуса Христа. Читаю последнее место, где написано первое послание, как Тимофея, с другой головы такие слова, и так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихою безмятежною, во всяком благочестии, и чистоте. Браты мои и сестры, мы часто привыкли, когда за царей в начальстве, значит, ну, мер города там, еще, может, говермен и так далее. Браты мои и сестры, кто есть начальствующий? Да, начинай от цара, он есть начальствующий, но, брати и сестры, есть в доме муж начальствующий, в церкви есть просвитер начальствующий, есть епископ начальствующий, брати и сестры, и Слово Божие каже, молиться за них. Не наше право, брати мои и сестры, может, не так он поступает, но есть Господь, и он говорит, дай мне это все, я разберусь, я знаю, как поступать, но наша обязанность сегодня молиться, брати и сестры, дабы нам проводить жизнь с тихою и безмятежною. Начинает государство, кинчает домом своим, брати и сестры, как приятно, когда мы приходим домой, женщина тебя встречает, дитки бежать, вы знаете, обнимают, цилуют, подарки поддают, чому? Потому что все, я на своем месте, я уже на одном, говорил, вы знаете, не так жінку любят діти, как мне, чому? Потому что жінка в том участвует, даже когда мы выходим из зібриня, и дитки подходят, знаете, это месяц был в вересень, ее день на родину было, наше было 30-летие в местной жизни, и вот они подошли, и мамы питают, куда едем в ресторан, и она говорит, тата питайте, Иисус Христос, Господь, будь им благословенны, ему нехай будет слава, повики, аминь, мол.